Добрый день, дамы и господа! 28 июня 2024 года у микрофона Леон Вайнстейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Ну, после, конечно, наверное, самых интересных дебатов этого века, как минимум, а то, может быть, и вообще. Интересно, что происходит в стране, в стане демократов, в стане республиканцев вообще, так сказать, и просто среди людей, которые ошарашенно посмотрели вчерашнее происходящее событие, у которых потом начали спрашивать, что они видели, что они думали. И вот, значит, что происходит в США после дебатов. Самое интересное, конечно же, это как избиратели реагировали на то, что происходило, и что они говорили потом на опросах. Причем на опросах были сразу же такие быстрые блицы, а потом, так сказать, производились уже более обычные опросы. Ясно, что Трамп был на голову выше Байдена, но 33% тех, кто смотрел дебаты, зрители сообщили, что это Байден, кто разложил Трампа на лопатки. Кто они, эти 33%? И куда они смотрели в то время их дебаты? Ну, куда-то ведь они смотрели, а потом имели об этом мнение. Правда, вот, если сказать честно, это на 12% меньше, чем те, кто сказал перед началом дебата, что Байден запросто победит, да не в рукопашную. Вот. Кстати, показывает, как медиа, средства массовой информации, может, скрывая действительность, заставляет население верить в любой миф, который они создают. Как я говорил в Геббеле, значит, вот, любая ложь, если много раз повторенная, становится правдой. Правда и в сознании, естественно, людей, которые эту ложь втюхивают. Сразу после окончания дебатов на сцену выскочила жена Джо. Это уже не камеры снимают ее в CNN, а камеры республиканцев, которые, значит, с телефонов снимали, что происходит потом. Подходила, значит, он стоял в некой растерянности у трибуты, не очень понимал, кончилось, не кончилось, что вообще происходит. И за руку повела его со сцены, и при этом он чуть не упал, спускаясь в двух ступенях подиума. Значит, помощники Байдена сообщили, что у него заложило горло, и, значит, вот именно это и помешало ему хорошо выступить на диванах. А, значит, эти же помощники, когда у них спросили, что Джо имел в виду, когда сказал, мы наконец-то разрушили систему медикэр, или закончили, или мы наконец-то покончили с системой медикэр, то есть это обслуживание пожилых и инвалидов, медицинское и тому подобное, ответить не смогли. Зато республиканцы очень позабавились реакцией Трампа на это, который сказал, значит, дослушаем внимательно, когда мы передали слово, он сказал, я действительно не понимаю, что Джо сказал, и боюсь, что и сам он тоже не понимает, что он говорит. В 20-м году, то есть 4 года тому назад, смотревшие дебаты избиратели сообщили, что оба раза выиграл Байден, что Трамп много суетился, кричал, прерывал собеседника и мешал слушать. А сейчас все отметили, что Трамп вел себя корректно, с небольшой дой такого юмора, и четко излагал свои идеи, правда не всегда отвечая на вопросы ведущих. А среди левых комментаторов, да, я должен сказать, что, что называется, они хотят, что они хотят, то и спрашивают, а отвечающие, что хочет, то и отвечают. Поэтому они могут говорить все, что угодно, а Трамп пытался нанести какие-то определенные вещи до избирателей, и, кстати, не уходил этот ветер, если мы повторяли вопрос, то он для него отвечал. Значит, среди левых комментаторов началась паника, и предложение заменить Джона, Камалу Харрис, Питт Бутиджадж, Гейвена Ньюсома, Гречен Виттмор, Веса Мора, я не знаю этого человека, они его называли, ну, может быть, надо знать, но я не знаю, да, ну и, так сказать, где-то там звучало также Мишель Обама. Никто не называл ни Хилари Клинтон, она вроде, так сказать, по слухам спилась, ни Роберта Геннадия-Младшего, который откололся от демократической партии. А Гейвен Ньюсом, который присутствовал там на дебатах в качестве члена команды Байдена, прямо после дебатов на вопрос директора, диктора средств того самого CNN, ответил, что он, он, значит, ну, спросили, значит, вот не готов ли он вступить, значит, в предвыборную гонку и заменить Байдена, он сказал, что вот он, Гейвен Ньюсом, никогда не предаст Джо. Ну, то есть, в переводе с дипломатического, политического нормального языка, конечно, предам в любой момент, просто еще не пришло время, а еще на выткнули, пнули, так сказать, так, чтобы побольнее было. Да. Вот. Но перед публикой, мол, буду изображать из себя невинную пастушку. После дебата опросы показали, что 3% сторонников Трампа перейдут в другие лагеря, а 5% сторонников Байдена сделают то же самое, значит, скорее всего, как Трампу. Кажется, вот пустяки, да, но, господа, 2%, 2,5% это огромное количество избирателей. Еще одна цифра. После окончания, значит, опросы в группах, где была половина демократ и половина республиканцев, сообщила, то есть, пришли они 50 на 50, а ушли 40% сказали, что будут продолжать поддерживать Байдена, а 48% сообщили, что будут голосовать за Трампа, если только чего-то, вот там, серьезного, так сказать, не произойдет. Вот, чтобы понятно было, 2,25% уходят с одной стороны, и они же переходят на другую сторону, то разница получается в 5%, понятно, я надеюсь, да, отсюда ушло 2,5%, если просто они ушли, то было бы 2,5%, но если они ушли и перешли в эту колонку, то стало 4-5%, тому подобное. То есть, вот, это то самое, есть вот те самые люди, которые разница между тем, сколько откололись от Трампа и сколько откололись от Байдена. На тему иммиграции Трамп, по мнению, лучше Байдена, 55% считают, что Трамп лучше Байдена, 27% считают, что Байден лучше Трампа. Ну, те, кто считает, что надо запускать иммигрантов в любых количествах и платить им, естественно, любые деньги, чтобы, если знаю, что бы что. Вот, экономика, 56-13, ну, вот это вот реальная ситуация, понятно, что после дебатов, да, что с экономикой лучше справиться Трамп, 56% сказали, а 13% откуда они взялись, сказали, что Байден лучше справится. Международная политика, 47 на 35, вот, надо же быть такими козлами, чтобы 35% считало, что Байден хорошо ведет международную политику. В результате дебатов, значит, по широкому вопросу CNN, к Трампу до того хорошо относились 40%, сейчас 43%, вот эти вот те самые, значит, 3%, например, 2-2,5% перебежавших. А плохо, значит, к Трампу относились 57%, сейчас 50%. То есть Трамп на 7% населения произвел то самое впечатление, которое он хотел произвести. То есть эти люди, они высказывали опасения о своих, значит, о том, свои собственные опасения о том, что будет делать Трамп, вот, когда он придет, о его планах, о его действиях. И так как вот Трамп на них произвел то впечатление, которое он хотел, то он выполнил ту задачу, который пришел на дебаты, снял опасения у 7% населения. Это опять огромное количество. Это не означает, что они все пойдут за него голосовать, но это означает, что какое-то количество не пойдет за Байдена, а какое-то количество все-таки добежит до Трампа. Теперь между кланами демократической партии, ну, по крайней мере, теми, которые я на виду, есть еще много таких, которые мы не знаем, или мы не знаем, так сказать, другие кто-то их знает, но начинается битва не на живот, что называется, а на смерть. А что это за кланы? Это Обама Сорос, кандидат Мишель Обама, запасной кандидат, похоже, Пит Бутиджач, Нэнси Пелоси, кандидат, это ее племянник, Гевель Ньюсом. Нэнси, это не просто Нэнси, это очень серьезные люди с большими деньгами, американские, пришедшие из Калифорнии, сощупают своими по всем остальным, так сказать, нашим, по крайней мере, нашей страны штатам. И третий, это Байден, которому жена и сын не дадут уйти. То есть, может, дадут в финале, если нажмут, но, по крайней мере, будут стараться не дать уйти. А он законно выдвинутый, между прочим, кандидат, без оппозиции, партия, вообще, только один был. Они сами себе эту яму вырвали, вот в чем проблема-то, их проблема. Если он сам не откажется, то как его убрать? Ну, найдут они, конечно, способ, как убрать, да? Там, типа, обследование срочное, так сказать, выяснит, что он там недееспособен, но тогда Камала выскакивает в президенты. То есть, опять, там, там, там проблемы всякие. Поэтому, на сейчас Обама заявил, что никто Байдена, значит, не убирает, и никуда он не уходит, и один из руководителей его со-со-червен, со-со-председатель избирательной компании сообщил, что если только чего-то экстраординарного не произойдет, то Байден никуда не уходит. Сейчас дело, на самом деле, за донорами, за деньгами. В течение недели, там, двух-трех будет идти такая подковерная возьмя, я бы сказал. И, значит, что скажут те, кто финансирует Байдена, туда повозку и перевернет. Тех, кто давал деньги, знал, конечно, что делает ставку не на Байдена, а на тех, кто дергает за ниточки, но они рассчитывали, что суды над Трампом измотают его, что народ отшатнется от преступника, там, но этого не случилось. И тут же еще и такой позор. То есть, ну, их же убеждали все время те, кто с Байденом тусуется, что ему можно накачать, там, чем-то там привести на пару часов в боевое состояние, а тут вот такое откололось. Пока что Трамп, закончив дебята, полетел сразу же на митинг с несколькими десятками тысяч избирателей, а Байден пополз отдыхать абсолютно уверенный, что он победил. В ближайшие две-три недели, я думаю, ну, может, чуть дольше, мы будем смотреть, что происходит в стане демократов, прилив или отлив пожертвований, и кого медиа начнет проталкивать нам, как следующего Геракла, который сумеет победить Трампа, расчистить какие-то конюшни, обгибы. Сами же они и создали, хотя они будут кричать опять, что это конюшни там республиканцев или Трампа или кто-то еще виноват, мировое солнечное, не знаю, мировое потепление виноват, или похолодание. Они, может, в будущем году будут кричать, что похолодание. Я помню, я приехал в Америку и где-то, наверное, в 86-м, восьмом, девятом году они только и сделали, что кричали, что скоро наступает мировое похолодание. Потом в 90-м, по-моему, если не ошибаюсь, вдруг стали кричать, кричали, остановились и тут же стали кричать те же самые люди, что идет мировое потепление. Вот, как, как следующее, так сказать, будет происходить, мы, мы на самом деле не очень, не очень понимаем, но я думаю, что выскочит кто-то, кого нам начнут преподавать. подавать, готовить нас к кому-то, кто пообещает нам ну совершенно замечательную жизнь в социалистическом раю, а причем пообещает отнять деньги у супермиллиардеров, они от этого, естественно, пострадают, у них и так много, не важно, что это воровство, важно, что мы от них отнимем деньги и поделим это между вами всеми, и вы до конца жизни будете совершенно тщательно. И поэтому вы голосуете за меня, потому что я его ворую и у кого-то передам вам, вам будет очень хорошо. То, что это называется участвовать в разграбленном, участвовать в получении ограбленных, разграбленных вещей, это их, естественно, не волнует. Есть достаточно много людей, которые считают, что деньги не пахнут, и откуда они не взялись, у кого их не забрали, не ограбили, не украли. Если они получают эти деньги, то деньги уже начинают быть хорошими, честными, добрыми. А если кто-то другой получает, или, например, он не отдает, потому что он это заработал, одного делиться не собирается, то, значит, он сукин сын, деньги грязные, там противные, и он вообще, не знаю, там враг народа. Ну, хорошо. Значит, спасибо, что слушали, и в следующий раз мы обязательно, я думаю, поговорим о том, о следующей волне мнений, которые прошли после этих дебатов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова